Новости Сургут-24 Новости Крещения Господня. В купеле окунулись более 16 тысяч сургутян. Уберите это немедленно. Горожане жалуются в мэрию, на горы, снега, во дворах и на парковках. И форменный разгром хоккеисты сургутского олимпийца на своем льду принимали гостей из Екатеринбурга. Новости Крещения Господня. 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 Замечательные ощущения. Всех с праздником. Всех сургутян, всех православных. Всех с праздником. Ничего, нормально. Каждый год купаетесь? Нет, была беременна, докормила. А сейчас вот так надо. Надо. Не передать словами. Всем советуем. Отмечают богоявления в православной церкви вплоть до 27 января. На протяжении восьми дней в храмах проводят божественные литургии. 27 числа состоится отдание праздника. Всех сургутян поздравляю с Великим Двунадесятым праздником, Крещением Господнем или еще Богоявлением этот праздник называется. Пожелаю всем крепости, бодрости, радости, избавления от всего зла, от всего недоброго, чтобы Господь благословлял и помогал во всем. Юлия Плескачева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Ветераны Великой Отечественной войны к 9 мая получат по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла перечислят по 50 тысяч. Выплаты приурочены к грядущему юбилею Победы. Об этом рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин. По данным Министерства труда, в нашей стране на май прошлого года проживали около 75 с половиной тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее ко дню Победы им перечисляли по 10 тысяч рублей, труженикам тыла по 5 тысяч. Уберите это немедленно. Сургутяне жалуются на горы снега, которые появились больше месяца назад у нескольких многоэтажек. Обращение жителей города написали на портал «Твой Сургут». Такое складирование, по словам людей, сокращает парковочные места во дворах, создает помехи для водителей и пешеходов. К тому же для детей такие импровизированные горки, как правило, становятся центром притяжения. Жители 32-го дома на проспекте Пролетарском говорят, что кучи снега стали появляться еще в начале зимы и с тех пор только растут. Ну, они нагребли их еще в прошлом году. Ну, естественно, вечером приедешь, и машину-то некуда поставить. Ну, до Нового года уже были они. Ну, да, в декабря как сильный снег пошел, так. Ну, у меня машины нет, так что меня это не волнует. В управляющей компании вывезем. Вот, когда обращались, то есть они так вот отвечают, вывезем, вывезем, срок придет, вывезем. Ну, я не понимаю, то есть у них как бы по это, они должны в течение 10 дней, ну, не позднее 10 дней вывезти, когда вот это собрали. В Восточном Дейзе именно он отвечает за этот дом. От видеокомментария отказались. Однако в письменном ответе на запрос пояснили, что весь снег, собранный с обслуживаемой территории вокруг дома на Пролетарском 32, был вывезен в соответствии с регламентом в течение 7 дней после механизированной уборки. Ее в последний раз проводили 18 декабря. Управляющая компания утверждает, что территория, где сейчас скопились осадки, не попадает в зону ответственности коммунальщиков, то есть отношения к этим кучам в Восточном Дейзе не имеют. Данные снежные массы образованы в результате механизированной уборки городского пешеходного тротуара вдоль улицы Югорской муниципальными службами. Управляющей организацией по обращению собственников жилья неоднократно направлялись письма в адрес дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса и департамент городского хозяйства с требованием решить вопрос вывоза складированных валов снега вблизи придомовой территории дома по адресу Пролетарский 32. О проблеме в курсе в департаменте городского хозяйства администрации Сургута, когда вывезут снег с территории у дома на проспекте Пролетарском 32, и как обстоят дела с уборкой дворов в целом в городе, об этом мы расскажем в вечернем выпуске программы «Новости Сургут-24». В Сургуте высадился снежный десант. Добровольцы нашего города присоединились к одноименной всероссийской акции, приуроченной к 75-летию Победы. Более 50 волонтеров вступили в борьбу с сугробами на улицах Сургута. Это не окончательное число участников. Количество желающих взять в руки лопаты неуклонно растет. К концу акции по предположениям администрации добровольцев будет уже несколько сотен. Убираться будут, пока снег не растает. Добавлю, что подобные флешмобы в нашем городе проводятся впервые. Учитывая погодные условия нашего города и как интенсивно работают все службы для того, чтобы обеспечить чистоту в городе, ребята проинициировали и свое участие, и предложили подключиться, прежде всего, молодежной организации, но и активно призывают поддержать их инициативу и жителей города, и сделать наш город чище и мобильнее в передвижении. Эстафету по уборке общественных территорий участники передадут студентам Сургутского государственного университета, который, в свою очередь, своим коллегам из других образовательных учреждений. Таким образом, рассчитывают организаторы, удастся охватить более значительную часть территории города и задействовать как можно больше молодежи. Раз в неделю, пока лежит снег, ребята будут выходить на улицы города с лопатами и метлами. При этом, помимо уборки снега, добровольцы регулярно посещают ветеранов и помогают им и словом, и делом. На самом деле, мы каждый день, ежедневно помогаем ветеранам, которые у нас остались в городе Сургуте. Им помогаем прибраться в доме, приготовить покушать, просто выслушать их о том, что у них наболело, и поинтересоваться о том, как они себя чувствуют. И они рассказывают очень много интересных моментов, которые у них тогда было. Это прям ностальгия для них, они это все-все-все вспоминают. Меньше двух недель на то, чтобы определиться со своим будущим, до 1 февраля выпускники школ должны выбрать предметы для сдачи единого госэкзамена. Как и прежде, в перечне два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Для последнего предусмотрено два уровня по желанию, базовый или профильный. Даты проведения всех испытаний уже определены. Первыми 11-классники традиционно сдадут литературу, географию, информатику и информационно-коммуникационные технологии. Старт ЕГЭ намечен на 25 мая. Последняя дата основного периода – 16 июня по устной части иностранного языка. В этом году ЕГЭ сдадут более 2000 выпускников. Поэтому я бы еще раз хотела обратиться и к родителям, и к выпускникам, чтобы они с большей мерой ответственности отнеслись к тому перечню предметов, которые им необходимо выбрать до 1 февраля, чтобы не было потом сомнений, чтобы не было таких моментов, когда они предмет не выбрали сдавать в форме единого государственного экзамена, а он будет являться как раз профильным предметом для того, чтобы быть зачисленными в ВУЗ. Важная дата в истории. 61 год назад, 20 января 1959-го, в Сургуте на окраине поселка Черный Мыс началось бурение первой разведочной скважины. Она не дала фонтан черного золота, но породы, поднимаемые из недр, имели стойкий запах нефти. Больше года трудов в итоге успеха не принесли. Вместо углеводородов на поверхность поднималась вода. Первую югорскую нефть добыли осенью 1959-го возле села Шаим в Кандинском районе. А в 1961-м начальник сургутской нефтеразведочной экспедиции Фарман Салманов дважды рапортовал в Москву об успехах. Сначала скважина в Мегионе дала фонтан черного золота, а затем усть-балыкское месторождение вблизи нефтеюганска оправдало ожидания геолога-разведчиков. Голевая феерия. Сургутская хоккейная команда «Олимпийц», составленная из ребят 2005 года рождения, продолжает борьбу за двойку сильнейших во второй подгруппе первенства страны. Очередным соперником наших спортсменов стали ровесники из Екатеринбурга. Команда «Автомобилист» пока не может похвастаться серьезными успехами в турнире. В 20 играх уральцы одержали всего 4 победы. Не стало больше их и после поездки в Сургут. «Олимпийц» в первой игре тура отправил гостей в нокдаун уже в стартовом периоде, поведя с преимуществом в 4 шайбы. Позднее гости из них 2 отыграли, но следом пропустили еще 3 гола. Итог матча 7-2. Физически мы все равно же слабее, чем «Олимпийц». Из-за этого продавили, наверное. В третьем периоде концентрации не хватило. Так-то держались до третьего периода, потом концентрацию потеряли и все. Во втором матче сургутяне больше, чем в два раза перебросали соперника. А каждый четвертый удар по воротам в итоге оказался точным. После 36 сыгранных минут «Олимпийц» громил «Автомобилист» со счетом 7-0. Гол «Престижа» в третьем периоде за уральскую команду забросил Арсений Грачев. Два матча сургутяне выиграли с общим счетом 14-3. Тимур Галимшин забросил 4 шайбы и отдал 2 точные передачи. Дмитрий Парфенов забил 3 гола и сделал 4 результативных пасса. «Олимпийц» пока занимает третье место в турнирной таблице, но по сравнению с остальными клубами провел на 4 игры меньше. И по потерянным очкам всего на 1 балл отстает от лидера дивизиона клуба «Ска-юность» из Екатеринбурга. В первый период также начали здорово забили 3 шайбы. Ну и здесь уже во втором периоде уже удалось тоже побольше забить. Поэтому чуть-чуть по-другому. Второй период сыграли и после двух периодов уже счет большой. Ну а в третьем не смогли. Третий доиграть как следует с полной самоотдачей. Поэтому 0-1, третий проиграли. Мы боремся за двойку, поэтому у нас каждая игра на счету. Ошибаться нельзя и каждую игру надо выходить и играть на победу. Волейбольный клуб «Газпром Югра» не смог обыграть «Динамо» в Москве. В 13-м туре Российской Суперлиги сургутская команда сумела навязать борьбу столичным спортсменам только в первом сете. Он завершился со счетом 28-30 в пользу хозяев площадки. Вторая и третья партии закончили с разгромом с одинаковым результатом 16-25. В итоге «Динамовцы» праздновали победу 3-0 и поднялись на третье место в турнирной таблице. «Газпром Югра» расположился на 11-й строчке. В ближайшую пятницу сургутяне примут на площадке премьер-арены текущего лидера чемпионата «Новосибирский локомотив». Начало матча в 8 часов вечера. В Югре новая трасса свяжет наш регион и Свердловскую область. Магистраль планируют проложить через Кандинский район. Строительство начнется с того, что действующая дорога соединит самый южный поселок Югры-Куминский со всей региональной сетью дорог. Затем начнутся работы на границах Югры и Свердловской области. Трасса пройдет через Урай, Междуреченский, Куминский и поселок Карабашка в соседнем регионе. Оттуда можно будет выехать к Верхней Тавде и Екатеринбургу. Добавлю, что в этом году в Ханты-Мансийском автономном округе построят и реконструируют около 70 километров дорог. На это потратят более 7 миллиардов рублей. Также мы планируем завершить капитальным ремонтом и ремонтом 83,5 километра, устроить освещение на участках 24 километра. Большое внимание мы сейчас уделяем именно качеству мостов, поэтому у нас в этом году в программе капремонта и ремонта 9 региональных мостов. Не секрет, что у нас по количеству мостов округ один из первых субъектов Российской Федерации. В Сургутском районе столкнулись два грузовика. Один человек погиб. Авария произошла на трассе в 10 километрах от Лангипаса. По информации госавтоинспекции, водитель многотонного МАНА из-за высокой скорости не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, из-за чего оказался на встречной полосе. Там произошло столкновение с другим тягачом, КАМАЗом. Одна из машин оказалась в кювете, вторая осталась на проезжей части. От сильного удара 57-летний водитель отечественного грузовика от полученных травм скончался на месте ДТП. По факту аварии решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В крупном ДТП в Сургуте пострадали 4 человека. В воскресенье 19 января на геологической улице столкнулись две иномарки. По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель БМВ, двигаясь в сторону Мелик Карамова, допустил занос машины и на встречной полосе влетел в Ауди. В результате аварии машины получили серьезные механические повреждения. Пострадали 4 человека. Один из них после оказания помощи на месте от поездки в травматологию отказался. Водитель Ауди и его пассажир получили множественные ушибы и переломы. Они госпитализированы. Девушку пассажира БМВ после осмотра врачи отпустили на амбулаторное лечение. Ведется следствие. Девушки отдыхают. Внедрена система видеонаблюдения и специальное переговорное устройство. В полиции отмечают, что это второе за год пополнения автопарка. Летом 2019-го на дежурство по линии ГИБДД заступил мотобатальон. На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго. До свидания. Реабилитационный центр «Жемчужины Югры». Продажа и прокат технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Изготовление сложной ортопедической обуви из телек. Белье и экзопротезы для груди. Ортезы для реабилитации после инсульта и травм. А также заключение договоров по сертификатам от социальных служб. Телефон в Сургуте. 93 08 27. В салонах обуви «Саламандр» и «Дисконт-центре» ТЦ «Зайди купи» на «Профсоюзов-21». Грандиозная распродажа зимней, летней и демисезонной обуви со скидкой до 70%. Доступная молодость в косметологии «Голдберг». Биоревитализация. Лицо, шея, декольте – 7000 рублей. Сияющий взгляд. Темные круги, отеки, морщины вокруг глаз – 3000. Плазма-лифтинг – 2500 рублей. Лазерное бизнес-омоложение – 7500. Пилинг-невест – 3000 рублей. Мезотерапия головы, выпадение волос – 4500. Безопасные липолитики – 3000 рублей. Запись по омолаживающему телефону – 500-118. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. Сотни колясок лучших брендов и красок. Классичные, футуристичные и очень практичные. Удобные и в цене бесподобные. Все коляски в карапузе. Карапуз! Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ